добрый день дорогие друзья с вами капля и мы продолжаем говорить о эволюции христианской свободы третий этап третий шаг я его назвал я решаю все сам это период когда мы уже достаточно четко понимаем что не все для нас мы также неплохо уже усвоили что не все будет доставаться нам по благодати не все будет просто так приходить жизнь и нужно будет платить цену приносить определенные жертвы и мы принимаем определенное решение и мы говорим что мы готовы приносить эти жертвы это тот период когда христианин впервые всерьез по-настоящему задумывается о своем призвании начинает молиться об этом поститься подключая других людей начинает очень много говорить об этом и интересоваться что господи я должен делать для тебя и я готов платить цену но когда мы находимся в этом я его называю подростковом периоде мы допускаем две достаточно ключевые ошибки первое мы ищем призвание сами я на сто процентов уверен что призвание найти просто невозможно это все равно что нельзя напроситься на какую-то работу призвание можно только получить призвание нельзя заработать нельзя найти его можно только получить поэтому наша с вами задача не сколько искать наше призвание сколько наверное его вымолить многие люди они начинают искать призвание основываясь на своих каких-то талантах дарах способностях там я умею играть на музыкальных инструментах я могу петь мне очень хорошо получается копать или закапывать и мы глядя на это основываясь на этом мы начинаем думать в чем же может быть призвание нашей жизни вместо того чтобы просто спросить прийти к богу который не только нас создал не только вдохнул нас дыхание жизни но и сделал это для чего-то достаточно конкретного для какой-то цели при этом вложив в нас нужные таланты нужные дары это первая ошибка мы сами определяем свое призвание вторая ошибка в этом как раз состоит в том что найдя это призвание или определив самостоятельно или даже получив от бога в каком-то откровении мы сами решаем каким образом какими путями мы будем реализовывать это призвание допустим вы получили от бога призвание что вы должны быть миссионером и вы сами садитесь на пояс самолет или там какой-то другой вид транспорта и вы начинаете ехать куда-то определять где вы будете двигаться вместо того чтобы продолжать спрашивать куда куда мне пойти что мне там делать вот эти вот знаете три важных вопроса к богу в призвании в тексте призвания кто я что мне нужно делать и как я должен это делать это не то что вы можете на самостоятельно найти самостоятельно запланировать это те вещи которые вы должны получить как откровение от бога вот этот вот третий период дростковый период когда мы согласны жертвовать мы согласны что у нас есть высшее призвание но мы сами определяем что это за призвание и как мы будем достигать